Простите Короче Мы, короче, идиоты Девушку с низким уровнем социальной ответственности могут вы... Конечно Я как-то Саня ездил на Мерседес Добрый вечер Я зашел в туалет Мне кажется, что этот лайф будет напоминать какие-то, блядь, заметки сумасшедшие Короче Что, работает? Доброй, безопасной, комфортной среды Обитания прежде всего Мы едем в Беларусь Со мной Чирил Тут прекрасно пахнет, знаете, как Когда болгаркой пили железные полы И немножко резины Потрясающий запах Это Витебский вокзал В Беларусь, походу, только с него В первый раз И благодаря запаху мне все очень нравится Здесь почти нету народа Лося на Блуд будем проверять И Юрковца на Ресарк проверять Я его сделал Бля Ну и также традиционно, как и на всех крайних моих видосах Партнером данного видео Является бренд спортивного питания Отечественного производства Биг СМТ Вот можете обратить внимание Вот такой вот у меня тут складик Про запас БЦАшки, протеины Всевозможных вкусов интересных Мурмеладные медведи Мой любимый А вот это то, что я употребляю в данный момент На что рекомендую обратить внимание Вот такой вот замечательный Комплекс витаминов Д3 Учитывая, что мы находимся в городе Над Вольной Невой Солнце здесь бывает не так, чтобы часто А витамин Д Для того, чтобы хорошо себя чувствовать Здраво существовать Очень нужен У бренда спортивного питания Биг СМТ Он есть Вот в таких вот баночках А там, соответственно, в капсулах Уже на Валберес Проходите по ссылочке Приобретайте Будьте красивыми И сильными Так, небольшой этот Анчипсинг Собственно, ненужная хуйта Ненужная хуйта 2 Макс хотел такого Я таких 150 штук уже видел Но он хочет с мышечной рукой Я еще с мышечной рукой Это слишком просто такую хуйню покупать Согласен А вы знаете про стакан историю? Нет Вы знаете, что стакан был придуман Каким-то классным профессором Количество граней соответствовало Количеству республик Которые принадлежали Советскому Союзу А вот это вот кольцо Олицетворяло Типа вот Зласть И единство Ребаться Ага Вот теперь знаете Стакан это произведение искусства На хуй 250 грамм Матрешки Красивые Но говорят, что Матрешка вообще Типа не российское изобретение Не русское Говорят, что они Матрешки пришли к нам с Китая Прикиньте Ставлю пение, что Когда забуду про историю с стаканом Буду перед вами Эйфлексить А вот такой Пиздюк Это я тебе стал Да, да, да Это было Это было нахуеть Я думаю Нихуя, блядь Наглости хватает У этого, блядь Заносчивого, блядь Юноши О, на каждом вокзале Есть свои голуби Вокзальные Они такие, знаете Особенные Деловые То есть они тут В курсе всего Что тут происходит Но судя по народу Здесь ничего не происходит Короче, вот отсюда Походу все трогается Ну такой скромненький вокзал Спокойный Но в этом Ого и фишка То есть я люблю Когда вот не заебывают Когда народу немножечко Спокойненько И пахнет вот это Резиново-железной стружкой Пиленой Прям потрясающе Я кайфую Кирилл, блядь, сладкое Увидал, как обычно Что вам не нравится? Конфеты Какие? Когда, знаете В детстве к вам приходят Бабушка такая Я тебя принесла И ты такой Я это даже не открою Отбедно Вот тут такой запах Глупый, юноша Это же гостевые конфеты Общеизвестные Общепринятые Приходят хуёвые гости К вам домой Высыпайте им эти конфеты И все И наслаждайтесь Специально для этого Были придуманы Желтые накатайки Такие Они здесь есть, интересно? Желтые круглые камни атласа Которые вообще Лимонные Ты хоть раз ее съедал до конца Есть вообще сумасшедшие люди Которым это нравится Вот это хуторе Это все едят Ну, это что? Нулевушка Вот эти наборы Набор пошел нахуй Пиздец Я не знаю, что тебе дожить Ты мой дальний 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 Родственник И добавочка Вот ему чай Иван-чай Бля, не, вот тебе похуеве Смотри, вот эти Ленинградский Раковая шейка Коровьи перья Блядь Птичье молоко Всякие идиоткие Нет, ну птичье молоко Они так уж и Почему, блядь, птичье молоко? Нет, нормально Откуда это название Ё-моё, брод Птичье молоко Ты видел сиськи у птиц? А Иван-чай Ну, Иван-чай, ладно Хоть какая-то логика есть Да, перхоть Ну, хотя бы, блядь Вы взяли гробницу Тутунхамана Или что это? Знаете, по-любому Кажется, зовут Кроссинг, который приходит Ребята В чаю принес Вы сейчас охереете Он, причем Со своего трещепизденска Приезжает, знаешь У них там даже железо Еще добывать не начали И он здесь видит Эту хуйню И такой Ву-у-у Простите Хотелось тоже Себе Руки убрал, блядь Понял Расскали руками, блядь Не трогай своими идиотскими О, это для вас А че там? РСТ кратч Смотрите Вот это чеверма лотерея Ты такой ее ешь И как бы, ну На страх и риск Давайте, короче Если кого-то из нас Лось дикий Заборит На руках? Проигравши, когда сюда приедем Выбирай Ну, допустим, мы проиграли Я выбираю самую Ёбскую сосиску Ну, к примеру Вы ее сахаваете Ну и то же самое Погнали Хорошо Ё-моё Виктор Так Порно А, нет Я думал, это порнушка Целана На самом деле Я вам могу сказать Что вполне возможно Короче, у меня бабуля была Поклонница таких романов У нее было их очень много Она их летом читала И у нее был роман Назывался Рабыня страсти Я, короче, прознал Что там порнуха Потому что бабушка Когда читала Его плевалась Такая фукала Говорит, что вообще за ужас И я такой Да, бабуль в натуре Ваще страх потеряли И потом, короче Втихаря похищал Этот роман Его просто там За дыр дочитывал Назывался Рабыня страсти Я до сих пор оттуда Помню строчки Помню смысл, короче Этого романа Вот, можете прямо сейчас На паузу ставить Гуглить И находить его Это было вообще Прямо отвал башки Вы сам удовлетворялись На буквы? Да Я до сих пор так могу, чел Черт Нельзя терять Дух авантюризма И детства Рабыня страсти Подождите Да, рабыня Страсти Да, рабыня страсти Роман Берти смог Ну-ка Давай-давай-давай О, да Сегодня я знаю Что буду делать Мужик, это вообще Будет лучшее время Я тебе завидую Хочется стереть тебе Себе память И заново Окунуться в этот шедевр С той детской Непосредственностью Которая была мне Присуща лет в 9 Кофе? Мне кажется Оттуда просто Ты нажимаешь Оттуда падает Мышь, короче Такая Открывает рот В ней сыпется Оттуда кофе сладенькое Она выпивает Это съебывает Это такое Вау, спасибо за представление Мы, короче, идиоты Пришли в кабинку Пригородных поездов И пытались найти наш поезд Я просто шел за ним Но, да Я же говорю, как идиоты Все четко Вот, поэтому я говорю Что нам нужны поезда Дальнего следования И мы сейчас пойдем туда Возможно, там магазины Понарядней Потому что дальнее следование Предусматривает Ну, как бы Такой более качественный Чил И откисание Возможно, там какие-то Дошики более дорогие Или романы Любовные Более порнографические Может кофе неебеный Сейчас посмотрим Так, ну что Я прав был? Да Еее 18.05 Брест Ничего себе Я не понимаю Четыре Типа категория Это что? Это... Путь? Категория, не знаю Класс обслуживания Возможно Короче, либо 51 Либо 4 Короче, четвертый путь Вроде здесь Чирил захотел Столовку Там мероприятие какое-то Столы нарядные Чересчур Серьезно? Ты можешь посмотреть Ломарить Прям так Как не бывает Блять Наверное, нас провожают Пойдем Ознакомимся Короче, в столовую Мы не попали Лица ближнего Зарубежья Сказали нам Что там закрыто Вот Ну, ладно Ничего страшного Как-нибудь Справимся Без столовской еды О, видали Красота какая Так Неприличная цена Встреча Знать, дошик 100 рублей Знаете, что Вы знаете, что дошик Уже перестал быть Какой-то бичовской едой Это уже какая-то Ну Какая-то Хипстерская Пиздатая Такая Вот Приколюха Типа Он дороже Борсика То есть Вообще По идее Похавать на последние деньги А в итоге Похавать на последние деньги Можно и получше И подешевле Оказывается А еще Здесь прикольно Выцвившие Вот эти упаковки Которые здесь Уже больше Чем я Нахожусь На этой земле Бренные И его цветают И ничего нет На самом Что? Русская картошка Стоит 30 рупий А вы ее ели Канай? Конечно Ну и как? Офигенный лайфхак Берете ее Разогреваете Микроволновки Секунд 30 И она просто На вкус Как пиздец В хорошем смысле Не делали ни разу? Блядь Там даже на упаковке Написано Что так надо делать Серьезно? Сейчас чаю Потом купим Покажу Охереть Блядь Ну все Два лайка Проверяем этот лайфхак Всем привет С вами прямое включение Миктор Геннадьевич Бут Александр раз на раз Выкупил все купе Короче На богатом едем Ребят Не знаю что такое богато Надо будет снять Собо обзор На самый богатый Я ездил в вагоне РЖД Это целый Вагон Только твой С личным душем И туалетом И те вызывают Бизнес-такси Когда ты приезжаешь На вокзал Девушку С низким уровнем Социальной ответственности Могут вы Я как-то Саня ездил На мерседесе Когда он Такси ехал Я просто выпал Там вода была В боковых дверях Это вообще Просто трошняк Ёпта Да, пацаны Вот так Манагер нормальный Должен жить Поняли Чтобы все хорошо Было в жизни Это что получается Это получается Выжили на Витебском вокзале То есть Нам оказалось Довольно долго ехать Ребята думали Что до Белоруссии Шесть часов Когда до Москвы Мы так и были уверены Поэтому Было принято Коллективное решение Ну Что-нибудь поесть А тут как бы Не особо разгуляешься Вот шесть сосисок Взял Сейчас там вода Сок, мороженое Посмотрим что есть Хорошего веса Спасибо Блять, он еще и бегает Здесь везде Так Мы короче Затарились Очень Пиздец Очень богатый стол Получился Там одни Сраные углеводы То есть там Из блять Белков Только вода Короче Короче Мы взяли Всяких сосисок Мы взяли Всяких сладких Булок Ты взял Что-нибудь Не сладкого Я помню Только сосиски Воду И беруши Да Я взял шоколадок Я взял круассанов У нас много У нас много чая с собой Вот Поэтому я буду Пить чай И читать книгу Наконец-то Слодосы постоянно В Москве ели Серьезно? Да-да-да-да-да Пиздец Отратительно Вы потом удивляетесь Да? Откуда это На весах Блять Мышцы все Блять Бля Футболка Откуда такая Пиздатое Это все мышцы Это не футболка Что это такое? Сука Псани Здравствуйте Привет Заходи Ты это самое Анбоксинг Этого номера Анбоксинг номер Показать В каком отеле Ты живешь В прекрасной Стране Беларусь На самом деле Все хорошо Мне в принципе Вообще Похер где жить Но Это была Самая уебищная Кровать Которая Только вообще Мне попадалась То есть Она была Мала Даже мне Я хер знает Как ты спал Чувак В итоге Я на ней Поколовродил И постелил Простынку Лег на пол Она была Сразу так сделана Только на полу Я смог уснуть Я ворочался Я скатывался Короче Я не мог улечься Блять Ну это Ебаная тахта Просто без спинки Блять Это не то что кровать Это я не знаю Даже что Это сука Раскладушку Боится Положили Было бы лучше Серьезно Ужасная кровать А прикинь Какой-нибудь Владос На ней бы Да не Нереально У меня вообще Как будто Матрас был сделан Из двух частей Он проваливался Жестко Вот А так В принципе Мне люксовые номера Особо как бы Не импонируют Душ есть А это не люкс По твоему Если туалет То есть Базара Нет Уже Хорошо Посрал В него Говном Сегодня Как раз таки С утреца Вот Ну а так В принципе А Холодос Ну мини-бар Так себе Выжрал Все Чайника не было Чайник пришлось Спросить Базара нет Да Но он На самом деле Скрасил вечер Я употреблял Тут чай А это что такое А это наша Скоро новиночка В лучшопе Это блудья Блудья Да Напоминаю вам То что вы могли Упустить Что у меня есть Своя авторская Коллекция Ювелирных Украшений Которая Пропитана Эстетикой Атмосферой Нашей движухи Сейчас она Уже присутствует На всех популярных Маркетплейсах Это Озон Валберес И Яндекс Маркет А к 8 марта Скидки на них Будут достигать До 70% Это отличная Возможность Подарить что-нибудь Красивое Своей половинке И себе Что-нибудь Заодно зацепить Я знаю Что очень многие Котируют Маркетплейсы Так как у них Огромное количество Точек выдачи Рядом с домами Поэтому проходите По ссылочкам В описании Выбирайте Удобную для вас Площадку Заказывайте Радуйте себя И близких Так Ну что у нас тут Телевизор Не знаю Сколько дюймов Мужик Я его не включал Ну это понятно Кровать Ну вот Чтобы вы понимали Кровать жуткая Вот наша Наша торба И она занимает Почти всю кровать Чувак Я вообще Я не знаю Как ты спал Я знаю Что у тебя вообще Ну тяжело со сном То есть тебе нужен Снег пошел Снег пошел Находит Нифига себе Весна И прям что-то он пошел Прям пошел Прикольно Люблю снег Это хорошо Быть добру Значит Так Ну что у нас то Туалет Ванна Бля Я стал там недавно Но я не дышал Вот Вот Это Вот оно Все Красивое Шкафчик Ну Ничего особенного В принципе Да Градусник Ну жить можно Перекантоваться Конечно можно Да Но кровать Реально жесткая И с учетом Ковролина Я думаю Что реально Можно спать На полу Вполне Всяком Довольно Холодный пол Но это вообще Достаточно холодно У нас балкон Просто еще У нас прям так Подмораживало Ну я короче Под это Под хуй одеяло Положил Чтобы Выбудь Ну это тоже Чтоб самое главное Не мерзло Вот И в принципе Уснул Как-то так Ни хера Не выспался Но в принципе Как-то Не привыкать Поэтому Ничего страшного Вот такой На пиздяйке Сегодня пойду Ну По-петербургски У сына Тух Ну все Слышал прикол Что типа Тебе говорили В детстве Не покупать Семечки у бабушек Потому что Они там ноги греют Нет Я такой слышал Что получается Получается За снедью Мы пришли Комаровский рынок Рынок оказался Крытый Теплый Ну тут прям Вообще Мужик Тут колбас Сал Можно набрать С оленей Вот Я только не знаю Есть ли здесь Какие-нибудь шмотки Игрушки Я хотел что-нибудь Такое Знаешь Там типа Платочки Девочкам Носочки Такого плана Но по еде По салу Я думаю Здесь мы нормально Притаримся Ты был Был тут? Не Здесь не был Первый раз здесь Я вроде прочитал Что это самый крутой рынок Для местных Типа в стиле 90-х Вот Более крупного Здесь нету Поэтому Будем надеяться Что мы все найдем Что нам требуется Эспрессо Похоже Знаешь Я короче У нас в Питере есть Там такая Китайская улица Китайские рестораны И китайские магазины Здесь прям Огромная концентрация Всякой азиатщины То есть тут Вот эти баблы Чаи Вот знаешь Такими шариками Пузыриками Мягкими Большое количество Всяких Бич пакетов Вот это Это типа что-то Изменяющие кедры Прикольно Блядь Я Шантропин сказал Что пахнет так Что он уже наелся Короче Говорит Что сегодня есть не будет Он понюхал сало Подышал над булкой В принципе уже Вроде как напитался Пронатор восстановил Я по час бой Кочь-кочь Погнали Короче Мы решили Сегодня не завтракать Для того чтобы Нагулять аппетит Перед съемкой В ресторане В кафе Я не помню В столовой Что это Все вместе Поэтому нужно Немножечко подзарядиться Углеводами И кофеином Все бы ничего Но присутствует Ряд некоторых Оттягчающих обстоятельств В виде двух рюкзаков Я походил Я чувствую У меня так спина Уже нормально Напряглась Я думаю К концу В нашей прогулке Можно будет Это в счет тренировки Записать Тренируйся Всегда и везде Эй бля Жи Цены на кофе Давай Умножаем на 30 Среднюю Ты прикинь Я сейчас что понял Белорусский рубль Зайчик вот этот Или как он Он сейчас как доллар В 90-е Или в какие там Не не в 90-е Да нет Даже в наши 2000-е Да 2000-е года Доллар к 30-ти был Да Нормально Симулятор 90-х И рынок такой же Короче Прямо сейчас Мы осуществили Первый круг почета Для разведки Так сказать Александр не выдержал И купил себе хачапури С сыром Вот сейчас Вот наебенивает его Че хочется сказать Удивляет Как это сказать Рынок Да Обычно Когда мы приходим На рынок Че мы можем видеть Продающих продукты И прочую сеть Гостей с ближнего Зарубежья И не только Здесь везде Сплошь работают местные Я не увидел По-моему Ни одного туриста Ну вы поняли О чем я Походу Батька бдит Прям плотно За этой хуйней Интересно И приятно Сало Попробуйте Попробуйте Буженину детям Детям Она доедет Спокойно До Москвы А нормально Если вот Денек Пергаментной бумаги Главное В холоде Еще можно Термопакет Спасибо вам Усушка вам Пять месяцев Ребят Это круче любого Испанского хамона Короче Марвю Аккуратно снимите Она Я руками Никогда не прикоснусь К продукции Как шеф Не Марвю Можно Аккуратно Снять Ручками Держите Выдержанное мясо Попробуйте Это крутотень Ребят Пять месяцев А фишка в том Что У них хамон Просто Когда готовится Там определенная температура Влажность Сухость А у нас Просто Славянский погреб И все И нифига не надо В погребе И мясо И становится Вот такое Вот Просто надо делать Как в старину Потом рулет с молочным Ребят Попробуйте Вот эту тему Не Не Я вас угощу Капитально Сейчас Просто Вы Извините Ощущу У меня Это Нервниче Просто Ребят Вас Очень рад Был 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 Жить Так Что Кому Был Все Вместе Очень Много Ребят Гостей Из России И они Пишут Мне заранее Ватсапе Я собираю Собоечки То есть Приезжаю Жить Мы вам Рекламу Сделаем Хорош Спасибо Я очень Рад Я просто Смотрю Какие Коллаборации Вы Коллаборации Делайте Ребят Просто Супер Ну Конечно Есть тема Сготовка Я подофигевал Честно Там Ну Это Женщина Своеобразный Подход Это Круто Ребят Это Жизнь И Я тебе Еще раз Скажу Огромное Спасибо От души Что Ты Пацанов Сила Спорт Мотивация Правильные Вещи Не Заниматься Ерундой Не Ходить По Подъездам Я Ребенку Буду Показывать Его Блог Это Я С честностью Скажу Это Приятно Смотреть Спасибо Витя Спасибо Класс Я не знаю Спасибо Все Супер Мастерская Мясных Деликатесов От Александра Инесса Рекомендуем Комаровский Рынок Ребят 5 субботов Домашняя Продукция Будем Рады Свои Ребята Спасибо Смотри Посоветую На самом деле Где мы сейчас Вот находились Это Райское место Для любой Домохозяйки Или любого Домохозяина Огромное количество Снеди Продукции Качественные Мы просто Пройдя по рядам Поели То есть Нам накидали В рот сало Угостили Всякими Колбасами Всякими Мясами То есть Очень такой Прямо Контактный Народ Сейчас познакомились С шефом Александром Ну как Он нас заочно Знал Мы нет И Это Ну Вы видели На самом деле Тут комментарии Излишние Это настолько Такой Прямо Одухотворенный Чел Он нас Нагрузил Прямо Всякими Штуками Вкусными Горица Приезжайте Там Колбасы В бане Там Минске Все Я там Тружусь Работаю Вас Смотрю Очень круто Я как будто Сам Знаете Мне Аж рюкзак Как будто Ничего Не весить Стал Прикольно Очень добрые Люди Очень Контактный Очень понравилось Хочется Конечно Найти Какой Рылок Рылок Рынок Национального Колорита Потому что Мы к сожалению Не можем взять Тот объем Продуктов Который бы хотелось Потому что Что-то испортится Что-то вести Довольно проблематично В поезде Вот Поэтому Надеемся Найдем еще Какой-нибудь магазин С тряпочками Цветочками Вот Ну а так Комаровский рынок Это прям На голодный желудок Можно приходить Тут накормят Знаешь Санечка Мне кажется Что этот лайв Будет напоминать Какие-то Блядь Заметки Сумасшедшего Потому что Мы что-то Залетели В пару ларьков Сняли Обзор На что там На отель На отель Потом еще На вокзал В общем Сейчас мы в Бобруйске Находимся Около зала Который нас Любезно приютил Фитнес клуб Атлетик Вчера мы здесь Мучили Евгения Лося Сегодня мы тут Мучаем Никиту Юрковца Соответственно Из того На что Агитационная Деятельность МЧС Короче После того Как я вчера Снял Вот это Вот в сторис Мне Внеслись Ясности В сторис Почему так И что такое Сказали Что здесь Можно так говорить Короче Сумасшедшая Какая-то женщина Которая За эти агитки Отвечает То есть Там где-то Где купаются Там какие-то Пьяные лягушки Типа за столом В карты играют Ну короче Очень такая Сильная Агитационная Деятельность Плюс Еще здесь На деревьях Растут паразиты Вот там Короче Сначала Я думал Что это Воронье гнездо Но таксист Мне как-то Сказал Что они Как-то Называются Я не помню В общем Они Зеленые Зимой Летом То есть Вот сейчас Почти зима Без малого Весна Нет Уже весна Без малого Лета Вот И она Зеленая Короче И в чем Прикол Вот оно Вырастает На дереве Сосет Из него Полезные соки Вот так Паразитирует На нем И короче Дерево Потом погибает Вот здесь Таких штук Много Они очень красивые Я бы с удовольствием Залез на дерево Снял бы ее поближе А может быть Взял бы ее домой Короче И кинул бы себе На кактус Который у нас На столе На чайном стоит Под названием Этот Кактус хуй Мне недавно Подарили Собственно Вот Вот так Выглядит Примерно Никита Юрковец Большие руки И такие На фоне Огромных Рук Ноги Кажется Маленькими Но они Тоже Большие Но это Лирика Собственно Есть Все Половина Тренажеров Которым Я не знаю Как Пользоваться Это Ладно Зона Шейпинга А вот Твой Тренажер Да Вот секрет Твоих Ягодиц Серьезно? Да А мне нужен Другой Мужик Я Жигну Железо А Который Вот он Кстати На самом Деле На самом Деле Этот Тренажер Еще Ну Типа Женщины Которые Хранят Хранят Соломудрие Вот Тоже Очень Хорошо Пригодится То есть Ну Вешайте Побольше И Таки И Все Вот Слушай Знаешь Вот Я тебе Честно Говорю Если бы У меня Был Доступ К нему Я бы Делал И Многим Все это Его Делать На самом Деле А он Полезный Вообще Ну Есте Ты же Эти Мыш Тоже Очень Наживай Там Ничего Смотри Как Тренироваться Ну Слушай Это Очень Похоже Вот Когда Ты Дожимаешь Железо Между Ног Очень Круто Подожди Я Побольше Повешу Жестко Прикольно Прикольно Вот Это Классная Штука Мне Нравится Зона Шейпинга Здесь Как Бо Всякие Это Стрейчинги Дети Вчера Тут Растяжку Делали Под Зверошак Хорошо Подойдет Ну Короче Такое Местечко Но Звездочка Этого Места Это Кардиозона В общем Кардиозона Находится Напротив Продуктового Магазина Ну Какого-то Гипермаркета Или Мини Маркета Как Не годится Можете Обратить Внимание Что Когда Вы Идете Вы Можете Разглядывать Еду Бомж Пакеты Но Я Когда Вчера Здесь Бегал Разглядывал Женские Колготки Потому Что Там Красивые Женщины С Голыми Ногами Вот Очень Мотивирует Очень Поднимает Тестестероны Вот Эти Ваши И Заставляет Настраиваться На Рабочий Лад Вот Соответственно Также Здесь Есть Детская Комната Там Собственно Наверное Большая Часть Всего И Будет Проходить Вот Потому Что Там Потише Народу Поменьше И Освещение Хорошее Вот Я Не знаю Что Еще Здесь Можно Накинуть Ну Собственно Наверное Все Добрый Вечер Короче Чудеса Данного Заведения Продолжаются Я Зашел В туалет Ну Раковина Понятно Писсуар И Горшок То Есть Чтобы Не Ссать В раковину Можно Ссать В Писсуар А Здесь Горшок С Клееночкой Чтобы Можно Было Читенько Гигиенически Присесть Охренеть Ну Что Казалось Бы Вот Так Вот Не Совсем Примечательно Выглядит Данное Заведение Снаружи Но Что Я Могу Сказать Прежде Всего Я Обожрался Так Что Я Как будто Проебал Прожрал Свои Кубики Такое Бывает Нечасто Кроме Шуток Мне Кажется Я Кушал Много Где Много Чего Много В каких Местах И Городах Но Честно Признаться Если Брать Какой Нибудь Топ 5 Или Топ 3 Это Место На Лидирующих Позициях Это Было Настолько Вкусно Что Кроме Шуток Не То Чтобы Не Понравилось Но Вот Там Допустим Одна Позиция Этим Вот Эта Пивная Сырная Грудистая Сосисочная Тарелка Она Была Не То Чтобы К месту Однако Если Прийти Допустим Посмотреть Какой Там Футбол Или Еще Что Заказать Это Под темное Пиво Я Думаю Гурманы Оценят У нас Было Огромное Количество Снеди Супы Вторые Блюда Закуски Сеты Пробные То есть Драники Я говорю Мне даже Говорить тяжело Я вот сейчас Вот рюкзаки Взял Еле Выпиздился Оттуда А снаружи Такая Казалось бы Неприметная Выставка Казалось бы Неприметная Вывеска Она даже Больше Похожа На бар Чем на ресторан Однако Если Вы будете В Беларуси Я рекомендую Вот это Вот место Мне кажется Лучше Вы вряд ли Где-то Найдете Очень было Вкусно Очень было Классно Я думаю Шантропин Он более Приемливый К еде Так как Имел отношение К кухне К поварскому Искусству Поэтому Я думаю Можно спросить У него Че как Че к чему Полностью Поддерживаю Очень вкусно Блин Я просто Никогда Не ел Белорусскую Кухню И это Очень классно Мне очень понравилось Вообще Я хочу Уже пойти В поезд И сделать Обзор На Сало Колбасы Вот Шоколад Ссылка В описании Блудшо Блуденхо Всем пока Я пошел Виктор У вас Это Расскажем Что мы Сейчас идем По центральной улице В воскресенье Давай А ты Ты снимаешь Или мне Скажешь Короче В данный момент Мы идем По одной Из центральных Улиц Города Минска Идет снег Это плюс Но Сегодня Воскресенье В данный момент У нас Пол четвертого дня И народу Как вы можете Заметить Не то чтобы Много В принципе Почему-то Белоруссия Вообще В принципе В Белоруссии Вообще Не принято Особо Когда Гулять Чилить И все В этом духе Я случайным образом Обнаружил Сувенирную И я пошел Не зря Остановились Да Так Ну что Собственно Восьмь Пятнадцать Понедельник Шестое Марта Собственно Сент-Пи нас встречает Снежными хлопьями И это хорошо Была продуктивная Замечательная командировка Душное Купе С душными Бабушками Как всегда Прекрасно Попутусили Бабушатники Попили чаю Мы ели что-нибудь Нет в этот раз Первый раз Ничего не жрали Это потому Что мы так нахавались Короче В том ресторане Что по-моему Есть мы еще Не будем Неделю Не я рамон хочу Бля Едем Тоже Хавать Слившиеся рамоны С холодными Макаронами Прекрасная идея Короче Считаю Что командировка Удалась Хорошо Потрудились Хорошо Отдохнули Теперь вернулись Теперь нужно Нафармить денег И хорошо Потрудиться Здесь Чтобы потом Еще куда-нибудь Съездить Пишите Свои варианты Куда и к кому Нам съездить Набрасывайте Может что-нибудь Интересное Сделаем Съездим Проверим По треням На руках Поборемся Шандропин Вам как Рабочая командировка С кайфом Все Да Да что говорить Ждем следующее Мне кажется Что этот лайф Будет напоминать Какие-то Блядь Заметки Сумасшедшего